Всем привет! Меня зовут Владимир Кочетков. Изначально доклад назывался «Итак, в вашем коде нашли уязвимость». Но когда начал работать над контентом, у меня получился трехчасовой воркшоп, я на этом остановился. Это еще не все классы уязвимости были, которые можно было рассказать. Поэтому сегодня мы поговорим о более конкретной теме, об уязвимостях только классу инъекций. Причем к инъекциям в широком смысле, не только SQL-инъекции, а вообще в принципе инъекции как таковые. Что это такое, мы чуть позже сейчас рассмотрим. Рами уже в принципе про нашу группу все рассказал. QR-код ведет на сборник ссылок на все наши ресурсы, которые есть, в социалках, в твиттере, в наш канал, в наш чат в телеграме. Заходите, задавайте вопросы, там очень много экспертов по безопасной разработке и начинают в организационных вопросах типа ССДЛ, внедрение процесса безопасной разработки и заканчивая хардкорным анализом кода, абстрактной интерпретацией и прочими вещами. На любой вопрос готовы ответить, участвуйте, будем только рады. Пару слов обо мне, кто я такой, почему вообще знаю об инъекциях. Я работаю в Positive Technologies в отделе исследований технологий анализа защищенности приложений. Мы разрабатываем, прототипируем различные технологии анализа кода, blackbox анализа и их интеграции с системами защиты Web Application Firewall, RASP и так далее. По сути, я занимаюсь обсек-исследованиями и привязки обсека к Computer Science, то есть к математическому обоснованию различных методов анализа защищенности приложений. Все мои контакты есть по ссылке, моя почта, пишите, я на все письма отвечаю, в том числе по докладу, по другим вопросам, буду рад. Итак, что разработчик имеет на входе, когда ему сообщают о том, что в его коде есть инъекция? Ну, как правило, это сообщает либо какой-то пентестер, который проводил тестирование, либо бакхантер, если мы говорим о каких-то программах бакбаунти. Ну, там, как правило, обычно указывается классификация уязвимости, оценка риска дается, приводится какой-то эксплойт или вектор атаки, который доказывает, что атака действительно возможна, ну, работающий, естественно, эксплойт, и какие-то общие рекомендации по устранению. И вот здесь появляется первая разница между входом того, что получает разработчик, и того, что от разработчика требуется на выходе. Эксплойт или вектор атаки, он всегда демонстрирует только один сценарий эксплуатации уязвимости. Причем даже может быть так, что там разных классов уязвимости есть, но этот вектор будет показывать только один класс. Потому что задача пентестера — найти точку и показать, что это точка уязвима, приведя хотя бы один пример. Ну, как в математике, чтобы доказать существование чего-то, достаточно привести конструктивное доказательство существования какого-то одного случая. А задача разработчика — сделать невозможным все атаки на эту уязвимость. И вот здесь появляется пропасть, когда фиксия и вообще в целом даже уязвимости, не говоря конкретно про инъекции, разработчики не устраняют все возможные сценарии атак на их уязвимость. Собственно, доклад посвящен тому, почему так и каким образом можно правильно устранить инъекцию, чтобы максимально выжать максимальную пользу и получить от того, что сообщил разработчик кубокхантера или пентестера. Соответственно, план очень простой. Это обработает на все баги вообще, не только на уязвимости. Понять, в чем суть уязвимости, то есть что это такое, та уязвимость, о которой сообщили. Определить, что является ее причиной. Причиной уязвимости является всегда недостаток. Устранить этот недостаток и подтвердить исправление какими-то тестами, которые одновременно дадут гарантию того, что эта уязвимость в будущем у нас не возникнет. Соответственно, первый шаг у нас понять суть уязвимости. Что такое уязвимость инъекции? Есть желающие дать определение? Если будет абсолютно правильно, прокатит вместо вопроса. А можно микрофон передать? Ну, я вижу, видя, кто хочет ответить, я боюсь, что это нечестно немножко по отношению к остальным. Data code confusion. Не все инъекции основаны на том, что данные интерпретируются как код. Pastraversal простой пример. Окей, это просто более широкое понятие кода. То есть есть контекст интерпретатора, есть недоверенные данные, есть контекст какой-то другой, грубо говоря, связанный не с темой самих этих данных. И тогда какого-то интерпретатора. И как только эти данные становятся интерпретируемыми вот в этом контексте, тогда происходит инъекция. Ну, это философский вопрос. Интерпретируется ли файловый путь виндовым к крейтфайлу? Ну, да. Может быть, но все-таки это не совсем код. Окей. Ну, хорошо, я бы подпринято. Кто-нибудь еще хочет дать определение более точное, которое бы охватило полностью вообще любой класс инъекций? Кто рискнет? Хорошо, тогда я. А кружку можно будет снять? Нет. Жаль. Итак, самая примитивная и тривиальная модель приложения, которая используется в апсеке. Есть некое приложение. Это C-Sharp, кто не знает кусочек КСП-нета. У этого приложения есть некая граница окружения. То есть внутри этой границы приложение полностью контролирует все, что там происходит. И, собственно, это его родная среда. Все, что за этой границей, это некое окружение, которое приложение контролировать не может никаким образом. Ну, иногда это еще границами доверия называют. Но это не совсем правильное определение. Соответственно, есть некий граф, граф потоков вычисления, который является моделью выполнения приложения в режиме реального времени. То есть каждая его вершина, она описывает то, как в этой точке будет выполняться приложение. Я не буду подробно этот граф описывать. На ПХДС мы проводили мастер-класс. Там эту модель я очень подробно рассказывал. Можно посмотреть запись, там все есть. Или можно ко мне на перерыве подойти, я покажу эту модель более подробно. Тем не менее, она есть. И есть так называемые точки входа по данным. Это те точки потока вычисления, где впервые у нас появляются какие-то внешние данные. Соответственно, у нас есть две точки входа данных с условиями, которые влияют на структуру потока вычисления. И есть точка входа некого потока парм, также внешнего, которая в итоге у нас попадает в некую опасную операцию, потенциально опасную операцию, которая может привести к уязвимости. И есть точка выхода этой парм. Собственно говоря, response write. Кто не знает, это запись в ответ сервера, ну типа эхо в PHP оператора. Соответственно, вся эта строка вычисляется и уходит в ответ сервера. Соответственно, это становится точкой выхода этих данных. Такая простенькая модель. Мы сейчас в ее терминах дадим определение уязвимости инъекций. Что вообще такое инъекция на примере? Допустим, у нас есть некая строка, это интерполированная строка C-Sharp. Читается следующим образом. Это все обычные литералы. А подсвеченная желтым, это переменная парм, значение которой попадает в соответствующее место строки. Ну как в PHP, собственно. Только там синтакс еще другой. Какие есть варианты у атакующего атаковать эту уязвимость? Ну, во-первых, самое простое, он может добавить элементы прохода пути здесь. В данном примере это роли не играет. Это вряд ли можно как-то использовать для чего-то злонамеренного. Ну, потом увидится ссылка с этими проходами пути. Ничего страшного. Но если бы здесь был не HTML, а, скажем, файловый путь, то это был бы по-островерсу. Тем не менее, сама грамматика здесь вполне предполагает инъекцию вот этих символов. Атакующий может передать, добавить новый атрибут в тег, который при щелчке выведет какую-то надпись. Атакующий может закрыть тег и добавить вообще новый тег. И атакующий может также, ничего не закрывая, просто добавить новый тег. И в этом случае здесь он выстрелит и также будет выполнен код. Что мы на этом примере видим? Что у нас одна и та же переменная принадлежит совершенно разным грамматикам. Здесь URL, здесь HTML. И при этом все равно возможно достаточно больше двух вариантов эксплуатации инъекции в этом случае. Собственно, формальное определение инъекции следующее. Пусть у нас есть некая опасная операция, которая выводит данные наружу в окружение, и там они подвергаются некому синтаксическому разбору. Собственно, разница была в определении, которое дали, только в том, что вместо слова интерпретация надо было сказать, синтаксический разбор. Что такое синтаксический разбор? Это разбор текста по какой-то формальной грамматике, пусть же в некое синтаксическое дерево. Кто с компиляторными технологиями знаком, тут, думаю, представляет себе. Пусть А — это множество всех возможных АСТ, которые могут быть получены при разборе каждого возможного аргумента этой функции. Если у нас здесь может быть вообще любой символ, то здесь у нас может быть фактически вообще любой АСТ, соответствующий этой грамматике. Если на эту строку наложены какие-то ограничения, они неизбежно будут наложены на множество А. Каких-то деревьев в А уже может не быть. Пусть Д — это наши все входные данные, те, которые на предыдущем слайде были кружочками отмечены. И давайте условимся, что аргумент опасной операции, TG, он является некой функцией от входных данных, то есть некие преобразованные входные данные. И в этом случае, если это все у нас выполняется, приложение УЗИМа к атакам инъекции, в том случае, если множество всех возможных деревьев, которые можно построить по всем возможным TG, если в этом множестве найдется хотя бы два таких, у которых будет отличаться структура. То есть инъекции нет только тогда, когда во всем множестве тех деревьев, которые мы можем получить при разборе, будет одна и та же структура всегда. Не значение, а форма. В математическом смысле они должны быть изоморфными графами друг по отношению к другу. Соответственно, пример самый простой. В данном случае у нас передаются валидные данные, вставляются в SQL-запрос. Мы получаем на каждый поток данных по одному токену. Дерево выглядит следующим образом. В том случае, если во втором параметре передаются не валидные данные, какой-то примитивный самый вектор, у нас в этой части абсолютно дерево обладает другой структурой. Об этом была речь в предыдущем определении. И в этом случае мы говорим о том, что здесь возможна инъекция. Данное определение, только по более, не более сложной, но другой модели, было дано в научной работе. Если кто-то спросит, откуда вообще взялось то определение, которое было на предыдущем слайде, то фактически можно сослаться не только на этот доклад, но и на научную работу, которая уже довольно давно была опубликована. Это, в общем-то, общепринятое определение инъекции. Важно понимать, многие разработчики здесь спотыкаются. Инъекция – это не только про SQL, HTML, какие-то ограниченные языки. Это класс уязвимости про любые грамматики, в котором может быть больше одного токена. Вообще любые, абсолютно. Как только у вас грамматика потока данных описывается более чем одним правилом, с правилом, с более чем одним терминалом, в том случае у вас эта грамматика уже может быть объектом инъекции. Будет или нет, это зависит от того, как она будет использована, но уже может быть. Соответственно, это может быть и интерпретируемый код, то есть данные, которые потом интерпретируются как код. Это может быть некая разметка, причем всевозможные там и SVG, и HTML, и XML, MATML и так далее. Это некий идентификатор внешних ресурсов, URL, файловые пути, возможно, какие-то в своем формате идентификаторы, во внутреннем, и вообще что угодно, как я уже сказал. Собственно говоря, определили, что такое инъекция. Теперь давайте определим, что является причиной инъекции в коде приложений. Тот же самый пример абсолютно. Давайте теперь каждую точку на графе разметим той грамматикой, которая соответствует поток входных данных. Здесь у нас, очевидно, может прийти все, что угодно, потому что мы никак не преобразуем этот входной поток. Соответственно, здесь у нас грамматика Any, то есть может прийти что угодно, любая абсолютно грамматика здесь будет применима, может быть применима. То же самое со вторым условием, то же самое здесь с параметром. Здесь у нас явно задается константа в грамматике URL. Это очевидно даже из текста. И здесь у нас в этой точке приходит один и тот же параметр в различные контексты, поэтому грамматика здесь у нас будет описываться как объединение грамматик URL и Any, а Any поглощает любые другие грамматики, то есть по сути здесь тоже есть Any. А теперь давайте посмотрим на то, по логике приложения, какие здесь должны были быть грамматики. Здесь явно идет проверка только на true, то есть у этого параметра есть только два значения, true и не true. Соответственно, эта грамматика булева должна быть, ну, по логике вещей, если бы мы правильно делали это приложение. То же самое с этим условием абсолютно, здесь тоже грамматика должна была бы быть бул. Здесь у нас может прийти действительно любая грамматика, и мы здесь не можем делать каких-то предположений о том, что может прийти. Здесь URL корректно, а здесь у нас должно быть объединение грамматик URL и HTML, а у нас Any стоит. И, собственно говоря, подсвечены красным те грамматики, которые ожидаемым не соответствуют. То есть логика приложения подразумевает какой-то один вариант грамматики, а мы видим на самом деле совершенно другой. И, собственно говоря, недостатком тем, которые нужно устранять, причиной инъекции является несогласованность грамматик входных и выходных данных. Ну, из этого напрашивается, собственно, план действий, нужно обеспечить эту согласованность. Каким образом можно обеспечить согласованность грамматик? Входные данные должны быть согласованы с бизнес-логикой приложения и только с бизнес-логикой. Они не должны знать о том, что могут быть какие-то инъекции, какие-то другие возможные на них угрозы. Есть бизнес-логика, которая описывает требования к входным данным. Входные данные нужно приводить в соответствие с этой бизнес-логикой. Можно это сделать за счет либо типизации, либо двух способов валидации, синтаксическая и семантическая. Сейчас примеры рассмотрим. Выходные же данные должны согласовываться с грамматикой той стороны, которая эти данные принимает. Если у вас на той стороне стоит DBMS, значит, у вас должны быть согласования с SQL-грамматикой. Если это отдается веб-серверу, значит, с HTML, ну и так далее, в зависимости от того, куда эти данные у вас уходят. Соответственно, что такое каждый из тех способов, что я перечислил? Типизация – это способ приведения строковых данных к какому-то конкретному типу. Это может быть либо вызов стандартной библиотеки, как в Дутнете, так и каких-то ваших реализаций, которые на вход принимают строку, а на выход возвращают объект, являющийся сущностью вашей бизнес-логики. Соответственно, здесь мы берем параметры URL и просто стандартным классом URL его парсим и получаем уже объект типа URL, а не типа строки, у которого в полях уже разложены все компоненты URL по полочкам. Если URL будет некорректный, будет выброшено исключение, соответственно, дальше этот URL уже не пройдет. Это типизация. Синтаксическая валидация – это самая известная разработчикам тема. Это проверка какого-либо синтаксиса, соответствия какому-либо синтаксису проверяемых строковых данных. Обычно для этого регэкса используют. Не всегда можно регэксами проверить грамматику, хотя современными регэксами можно любую контекст-свободную грамматику проверить, в том числе и, например, HTML. Ну, не суть. Простой пример – это рекомендованный от авторов спецификации URI, регэкс для разбора URL. Соответственно, мы здесь просто проверяем, соответствует ли наш входной параметр этому регэксу. Если не соответствует, то мы выбрасываем исключение. Так выглядит синтаксическая валидация. Семантическая валидация чуть сложнее. Она направлена на проверку не того, соответствуют ли только грамматики какой-то входные данные, но и соответствуют ли они какой-либо семантике. Например, если нам нужно, чтобы у нас в приложении был передан не просто URL какой-то валидный, но URL настоящего живого ресурса, который доступен. Это называется семантическая валидация. Здесь мы создаем веб-запрос от входного параметра, отправляем HTTP-запрос методом HEAD. Если мы получили 200-OK статус, не получили 200-OK статус, то мы выбрасываем опять-таки исключение валидации. Это валидация по семантике. Реже намного используется, но намного эффективнее, потому что здесь уже происходит и синтаксическая валидация тоже. То есть это такое надмножество синтаксической валидации. И санитизация, напомню, это то, что нужно применять только к выходным данным, а не входным. Это преобразование строковых данных к формату какого-либо конкретного токена, какой-либо конкретной грамматики. Ну, проще на примере показать, например, если нам нужно санитизировать для отправки в JSON какой-то входной параметр, мы должны его в грамматике JSON привести к типу токена string, то есть заэкранировать все возможные терминаторы строк, которые могут быть в JSON. То есть кавычки, двойные кавычки, а если там идет разбор по грамматике и CMS script, то еще и бэктики нужно тоже экранировать. Соответственно, мы получаем входной параметр, вернемся к предыдущему примеру, URL-н-код делаем этому параметру, получаем санитизированный по URL параметр, HTML-н-код делаем, получаем санитизированный по HTML и в соответствующие места отправляем уже санитизированные данные. Здесь будет гарантия, что выхода за пределы токена уже не будет. Какое бы значение в PARM нам не пришло, потому что здесь они будут корректно заэкранированы. Санитизация – это по сути экранирование, это синонимы. Более распространен термин, наверное, все-таки экранирование, ну или энкодинг. Есть несколько правил того, в каких местах нужно проводить это самое согласование грамматик. Входные данные как можно ближе к тому месту, куда они вошли, и при этом необходимо учитывать две вещи. Во-первых, входные данные нужно согласовывать, исходя из минимальной грамматики, которая достаточна для того, чтобы приложение дальше могло функционировать. Если у вас грамматика ожидает полный URL, хорошо, тогда нужно полный URL, там типизации, например, получить. Но если вам только кусок URL нужен, вы должны описать грамматику, которая описывает только вот этот кусок, там некоторое множество токенов URL, и согласовывать именно исходя уже из этой грамматики. Это важно. Соответственно, приоритет подходов, которые нужно применять, следующий. Самая желанная – это типизация, потому что она дает железную гарантию, что дальше у вас уже никаких некорректных грамматик не будет, просто понятие грамматики после типизации теряется. Даже если вы потом без каких-либо преобразований начнете вставлять это во входные данные, но в зависимости от того, какой типизатор вы используете, многие типизаторы сами будут экранировать в той или иной грамматике эти данные. На втором месте семантическая валидация, и на третьем месте синтаксическая валидация. При этом нужно помнить, что валидация, в отличие от типизации, меняет поток управления программы, потому что будут выброшены исключения. Условно говоря, при типизации тоже, но типизацию можно построить таким образом, чтобы все, что мы не смогли разобрать, было типизировано в какой-то дефолтный тип. С валидацией это сделать сложнее. Как правило, валидация подразумевает прерывание потока выполнения, и это нужно учитывать именно поэтому, делать как можно раньше ко входу обе валидации, какие-то из обоих валидаций, потому что если посреди какой-то транзакции у вас валидация выбросит исключение, вы можете, если у вас транзакционная целостность не поддерживается, у вас может нарушиться целостность того внешнего источника данных, с которым вы сейчас проводите транзакцию. Поэтому валидация достаточно опасная вещь, и использовать нужно аккуратно. Выходные данные нужно тестировать как можно ближе к точке их выхода. Причина очень простая. Как можно ближе к точке их выхода, только тогда вы будете знать, какая грамматика у этой точки. Если вы сразу возьмете по HTML, где-то в начале, как будто только вошли данные, санитизируете, то далее, если они попадут в тот же JavaScript, например, это толку мало даст. Вы должны санитизировать именно по грамматике JavaScript. Соответственно, вы должны точно знать грамматику принимающей стороны, вы должны учитывать, что один и тот же входной поток может быть использован в разных грамматиках совершенно. И вы должны стремиться к тому, чтобы было минимальное влияние этого самого согласования на другие ветки потока вычисления. Говоря простыми словами, чтобы санитизированные данные не протекли у вас куда-нибудь еще в ветки, которые не приводят к опасной точке, для которой вы, собственно, проводили санитизацию. Просто потому, что другой разработчик, если вы работаете в команде, может увидеть там «save URL», «save» значит «безопасный», и воткнуть его уже совсем не в URL, а в какой-нибудь другой текст, другой грамматики, и получить на этом уязвимость. Есть два исключения из тех правил, что я только что перечислил. Первое – это параметризация. Ну, самый известный вариант параметризации – это SQL-запросы, параметры SQL-запросов. По сути, это и есть типизация, но которая осуществляется в точке выхода. Ну, здесь просто потому, потому что это «by design SQL» так, когда вы подготовили SQL-запрос, только после этого можете его параметризовать, а не в начале обработчика HTTP-запроса. Поэтому это исключение, да. Такие типизаторы можно делать в точках выхода, и дизайн это позволяет. И в том случае, если вы используете некие встраиваемые RASP. Что такое RASP? RASP – это Runtime Application Self-Protection. Технология, которая позволяет врезать WAF прямо в код приложения. Соответственно, есть два типа RASP. Первый, который врезаются сами, то есть навесные RASP. Вы им говорите, вот это приложение, обработай его. Оно инструментирует байт-код приложения или исходный код, встраивается в опасные точки и в ключевые точки потока вычисления, встраивает датчики. И далее при обработке каждого HTTP-запроса эти датчики отправляют уже, собственно, на WAF информацию о том, что там у вас в приложении ходит, и на основе этого детектируется атака. Встраиваемые RASP – это RASP, которые встраивает сам разработчик. То есть разработчик меняет код свой таким образом, чтобы в каких-то точках была возможность детектирования атак или предотвращения атак. Пример согласования грамматик. Желтым отмечены изменения по сравнению с исходным примером. Соответственно, здесь мы используем типизацию. Да, здесь нет уязвимости из-за несогласованности грамматик, но просто чтобы было красиво и чтобы показать, что есть много способов это сделать, мы здесь делаем типизацию. Хотя с точки зрения безопасности здесь она, конечно, не то что лишняя, но роли не играет. А здесь мы провели, но мы уже этот пример видели, мы провели санитизацию, и теперь у нас грамматики приведены все в соответствие с ожидаемыми в логике приложения. И теперь этот пример уязвимым не является. А теперь пара минуток рекламы. Я про РАСПы не просто так заговорил, но рекламы такой социальной, некоммерческой. В ноябре этого года мы откроем библиотеку под названием LibProtection, которая, собственно говоря, является тем самым встраиваемым РАСПом, который позволяет защитить приложение от атак любых инъекций, поддерживаемых библиотекой грамматики, за счет двух вещей. Эта библиотека сама санитизирует все, что нужно там, где это нужно. Если санитизация невозможна, далеко не любой тип токена по любой грамматике можно санитизировать. Грамматика может просто не предусматривать экранирование каких-то символов. В этом случае в эту точку будет встроен библиотекой будет встроен код, который будет детектировать атаку по формальному абсолютному алгоритму, то есть не евристикой, а доказывая математически, есть или нет у вас атака в случае конкретного HTTP-запроса. И если атака есть, то будет выбрасываться исключение и в опасную точку входные данные уже не придут. Планы по этой библиотеке, повторюсь, сейчас она еще не выложена. Мы ее заканчиваем тестировать. У нас на ноябрь намечен первый релиз, и в ноябре на конференции .NET я как раз буду делать доклад про .NET-версию этой библиотеки. Соответственно, в первом релизе будут поддерживаться все .NET-языки и C++. Это отдельная реализация, нативная на плюсах, которая реализует тот же самый функциональ, в ту же самую функциональность. В начале 2018 года мы планируем поддержать PHP и все Яло-языки, а в течение 2018 года, во второй половине Python, Ruby, Go. Планы примерно такие. Поддерживаемые грамматики, уже сейчас поддерживаемые, это SQL. Для трех диалектов есть гарантия того, что атаки будут детектированы со стопроцентной точностью. Это MS-SQL, Oracle DB, Oracle MySQL. Для всех остальных гарантий нет, но по большому счету, скажем так, это мы перестраховываемся. Просто там токенайзер используется, который является объединением этих трех грамматик. Если у Postgres отличия какие-то, например, есть, то да, тогда, может быть, атаки будут пропущены этой библиотекой, поэтому мы не гарантируем. Для этих трех гарантия есть. HTML, любые диалекты ECM и скрипт 6, CSS, URL, пас и XML. И любые производные от XML, то есть XPath, XQuery, SVG, MATML и так далее. Я не стал перечислять, это все грамматикой XML достаточно вписывается. Как выглядит эта библиотека? Допустим, у нас есть интерполированная строка, которая потом уходит в ResponseWrite, и три переменных, которые являются производными от входных данных какими-то, и попадают в три совершенно разных контекста. То есть здесь контекст URL грамматики, здесь контекст JavaScript грамматики, здесь контекст HTML грамматики. Для того, чтобы, ну понятно, что если здесь какие-то дополнительные телодвижения не делать, во всех трех случаях, возможно, атака инъекции. Самыми различными способами, в зависимости от того, какая переменная и какую грамматику мы будем использовать для атаки. Так вот, чтобы закрыть эту атаку с помощью библиотеки, достаточно добавить вот такую вещь. То есть обернуть интерполированную строку или форматную строку, они тоже поддерживаются, вызов метода SafeFormat. И то, что вернет этот метод, уже использовать при отправке SQL-запроса в точке выполнения опасной операции. Как эта магия происходит, я расскажу на .NET, как я уже сказал. Но если кому-то интересно, я могу на перерыве на пальцах рассказать. Но это реально работает и это реально дается математическая гарантия отсутствия возможности успешной атаки при условии, что не были допущены ошибки в реализации токенайзеров. Это единственное место, где можно ошибиться, мы могли ошибиться, и тогда, возможно, это можно использовать, эту ошибку, для того, чтобы обойти логику этой библиотеки. Ну, собственно, поэтому мы сейчас тестируем. Наши, в том числе, пентестеры, вызвались помочь и серьезно потрогать эту библиотеку, попытаться атаковать там тестовое приложение, которое мы сделали и защитили этой библиотекой. Вот такая вещь. И, собственно, логично ее использовать как раз для быстрого патчинга от узимости инъекций. Потому что, да, она замедляет немного выполнение HTTP-запроса примерно на 5-7% в зависимости от сложности грамматики, которая соответствует опасной операции. Ну, если вам 5-7% роли не играют, можно ее в продакшене использовать. Если играют, это можно использовать как вариант хот-патчинга до момента, пока не будет исправлена уязвимость уже по-нормальному, корректно в коде. Минутка рекламы закончена. И последний шаг, когда мы тем или иным способом инъекцию исправили, нам нужно каким-то образом подтвердить, что мы ее исправили. То есть покрыть тестами. Ну, как любой другой баг, security баги, также нужно покрывать тестами. Не всегда это возможно, но в случае с инъекциями способ есть, даже два. Собственно, про них сейчас и расскажу. Несколько правил. Во-первых, никогда не надо использовать в тестах те векторы, которые пришли от пентестеров и багхантеров. Здесь пример один, сейчас разберем. Другой пример был, когда, ну, байка, не байка, не знаю, но вроде как позиционируется как реальный случай, когда пентестеры прислали OR1 равно 1, как вектор SQL-инъекции, а попадало это все в delete, звездочка, from, table, v, и дальше шло как раз точка инъекции. И этот вектор, собственно говоря, грохал все записи в таблице. Ну, соответственно, кто-то воткнул и все. Если это случится в юнит-тестировании, это будет вообще весело, потому что при каждом прогоне теста происходить. Ну, и, собственно, простой пример, допустим, у нас есть такой вызов, файл delete, там с возможностью инъекции пришел вот такой вектор от пентестеров, и если вы сделаете тест, который просто проверяет, то если вдруг вы уязвимость не закрыли, или она снова появится, у вас не только тест пройдет или нет, ну, будет некорректный, неконсистентный, у вас еще и файлы удаляться могут запросто. Тут же не только файл delete может быть, а вообще что угон с побочными эффектами. Поэтому чужие векторы использовать не надо, их нужно как образец для себя, для понимания того, в чем суть атаки, но не более того. Так вот, первый способ, он называется, основанный на исключениях, заключается в следующем. Вы берете и строите некое множество векторов, которые в случае инъекции гарантированно дадут ошибку разбора, то есть заведомо синтаксически некорректных векторов. Ну, например, если про файловые пути говорить, то можно, например, добавить знак вопроса, он запрещен в грамматике файл. Можно обрамить угловыми кавычками, которые также запрещены, потому что для других целей используются в командном процессоре, в PowerShell и так далее. Соответственно, строите набор таких некорректных векторов и далее просто фазите каждым из элементов этого множества векторов ту функцию, которую хотите протестировать, передавая ей, собственно, под видом входных данных эти векторы. Если инъекция возможна, в этом случае произойдет ошибка разбора самой опасной операции, то есть там SQL parsing error или pass in wallet, если это будет pass in wallet, если это будет файловый путь или parse error, если это будет URL и так далее. Ну, в зависимости от того, какой у вас язык и фреймворк. Тем не менее, будет какая-то ошибка или исключение, которое вы можете в тесте отловить, и, собственно говоря, признак отсутствия этих исключений будет гарантировать вам, что этот тест прошел. Это простой способ тестировать закрытые вами инъекции, потому что он не требует по сути ничего, кроме таких векторов, их совершенно несложно составить в соответствии с каждой из грамматик. Но он плох тем, что если у вас здесь будет какое-то взаимодействие с окружением и вы что-то здесь не учли, то могут быть проблемы при прогоне тестов. Причем могут быть исключения, связанные там с вводом-выводом, а не парсингом, например. Ну, то есть, тесты могут не всегда давать желаемый результат. Есть более такой комплексный подход, называется основанный на токенизации, но в этом случае вам нужен для каждой грамматики, вот те, которые, например, для лип протекшена я перечислял, вам нужны токенизаторы, то есть лексеры, то, что разбивает предварительно перед парсингом текст на логические единицы грамматики. Соответственно, если у вас токенизатор есть, вы можете взять абсолютно любой набор векторов, например, там из, на гитхабе полно всяких векторов для фазинга, там, для берпа, для других сканеров, вы можете прямо оттуда взять. После этого перед каждой pvf потенциально опасной функцией, в данном случае file delete, вы делаете assert, что у вас то, что попадет в аргумент этой функции, содержит то число векторов, которое вы заранее посчитали. Ну, тут легко посчитать, слэшать это 1, tempdata 2, слэш это 3 и name это четвертый токен. То есть, если здесь инъекции не будет, то здесь всегда, чтобы в нейме не было, будет всегда 4 токена, когда оно сюда придет. Соответственно, в assert вы фактически токенизируете этот аргумент, считаете число токенов. Если оно будет отличное при каком-то из векторов, которые вы используете, значит, у вас здесь есть уязвимость конъекции. Ну и, соответственно, тесты оформляются как кейсы на отсутствие нарушения assert. Ну, это в зависимости от языка можно по-разному реализовать, но тем не менее. Дополнительное преимущество здесь, если дебаг-версию профазите каким-нибудь сканером, типа Acunetix или бесплатным чем-то, то если у вас есть уязвимость конъекции, даже которую не может найти blackbox-сканер, у вас здесь вылезет assert, там, где вы будете тестировать приложение. То есть, это еще и такое средство фазинг-тестирования. И, собственно, примеры таких тестов. Тесты для lipprotection построены по второй схеме, то есть на основе токенизации. Ну, потому что самая lipprotection на токенайзерах основана и было бы глупо не использовать. Это примеры прогона тестов, то есть видно, как самыми различными наборами, которые тут варьируются ПЛОт, и, собственно, основной вектор атаки ПЛОт подставляется в каждый из возможных векторов атаки, это все уходит в опасную операцию, и, соответственно, ну, поскольку lipprotection должна уметь детектировать реальные атаки и не детектировать те, которые не являются реальными, то тестов два вида. Вот с минусом это тесты на то, что здесь атака не обнаружена, а с плюсом это то, что атака обнаружена. Вот только сейчас на скриншоте заметил, что тесты для SQL, а тут имя грамматики неправильно используется, видимо, на копипасте или в тестах. То же самое для SMS, скрип, для HTML. Реализуется этот небольшой кусочек, тут весь код нереально разобрать, дай долго. Просто небольшой пример, как это все реализовано на Unity, на третьем. То есть, есть некий поставщик тест-кейсов в инфраструктуре Unity, это заложено изначально. Соответственно, мы берем множество payloadов, здесь их четыре, три. Это то, что те команды, которые непосредственно бы выполнились в случае успешной атаки. Для MS SQL берем еще отдельный payload, позволяющий таймбейст атаки проводить. Далее, мы для каждого кейса строим, собственно говоря, шаблон того, что будет разбираться. Это то, чтобы у вас ушло в аргументы опасной операции. И множество векторов в формате шаблонов, но лучше на этом примере посмотреть, в формате тоже шаблонов. И когда тест-кейсы начинают прогоняться, каждый из payloadов подставляется в каждый из векторов, а потом то, что получилось, подставляется уже в, собственно говоря, текст. Потом этот текст по одному из двух способов может быть разобран, но у нас по второму способу. И, собственно, мы смотрим, была атака или нет. Но поскольку это пример из лип протекшена, здесь мы еще тестируем, мы делаем санитайзинг всего того, что получилось вот здесь, то есть санитайзинг вектор, и проверяем, что лип протекшен тут не сфолзило и атаку не задетектировало. Собственно, это все. Спасибо. Вопросы? Визе. Спасибо за доклад. Вы очень много рассказывали, как защититься от атаки на сервер, но мало рассказывали, как защититься от атаки на пользователя. Допустим, есть многим известный атака, человек посередине. Каким способом можно защититься от такой атаки? При помощи данного инструмента вряд ли получится, конечно. Как защитить пользователя от подмены данных? Через Митэм спокойно может прийти какие-то данные, которые пользователь у себя просто запустит и будет ему плохо. Два момента. Во-первых, я рассказывал не про защиту сервера, я рассказывал про защиту приложения. Я специально это говорил. Сервер это одно приложение, клиент это другое и клиент может быть также абсолютно защищен теми же самыми способами. Только язык будет ровно один, это Яваскрипт по большому счету. И лип протекшена пока для Яваскрипта мы не планируем. Вот вся разница от всей презентации. Что касается man and middle то к инъекциям это вообще слабо относится. Инъекции они вообще про недоверенные данные. Мы изначально предполагаем, что данные могли быть и пользователем конечным подменены, назло намерены или кем-то посередине. Инъекция она ортогональна абсолютно этому вопросу. Но если конкретно на этот вопрос отвечать, то есть давно в вебе по крайней мере есть ИЛС, который если грамотно реализовать с определенным эффектом на пропускную способность инфраструктуры всей, то он будет вполне нормально работать. Как раз таки сейчас планируется я так понимаю может не планируется был холивар небольшой из Казахстана что у них доверенные центры по-моему собирались встраивать свой сертификат без которого пользователи Казахстана не могли вообще выходить в интернет. Не знаю как-то замяли это сейчас нет была такая тема. Ну собирались видимо ну я понял о каком холиваре речь но как бы здесь да ТЛС в этом случае он предполагает наличие стороны которой мы доверяем если мы доверять не можем весь ТЛС ломается и тогда надо какую-то криптографию просто придумывать свою но это будет тот же ТЛС на самом деле потому что это была та же самая идея подтвердить аутентичность придумать протокол подтверждение аутентичности обоих сторон и обеспечить защищенный канал связи между ними симметричное симметричное шифрование просто не поверх отдельно от ТЛС но там еще согласование ключей вопрос есть симметричный ну да спасибо криптография то есть ответ других вариантов не будет спасибо большое за выступление такой вопрос вот по поводу лип протекшн я так понимаю что она просто представляет проверяет несколько уже известных грамматик то есть есть ли там узимость или нет ну она умеет работать только с теми грамматиками для которых в ней есть токенайзеры я перечислял там на слайде эти грамматики а если есть специфическая грамматика и нужно проверять ее как быть добавить токенайзер ровно один класс в эту библиотеку и будет просто метод нет это будет класс который там по-моему три метода он должен предоставить там get next token get all tokens и еще какой-то третий я уже не помню честно говоря вот и если вы этот класс реализуете то дальше вы просто этот класс добавляете там в фабрику клавайте в фабрику токенайзеров ну в словарь грубо говоря и все и это работает и дальше для этой грамматики любой спасибо а вы не планируете этот лип протекшн делать чтобы он работал в дебаг режиме то есть грубо говоря вы тестируете положение он работает как асерд когда прогнали эти тесты он говорит вот сюда сюда ставьте там уровень вот скажем мы частично это реализовали то есть немножко по-другому но там действительно сейчас в аппе есть уже возможность использовать там был сейв формат html есть вызов тест формат html и в этом случае он только в дебаг режиме все это будет делать но с той разницей что будет просто бросать исключение если произошло что-то но он будет в исключении будет вся информация о том на чем он именно споткнулся какой вектор был то есть все будет подробно уже это реализовано как рассматривается вот такой класс ошибок например вот есть у вас терминаторы грубо говоря терминаторы строк есть приложение которое делает ну в гетс то есть берет строку некоего максимального размера и считает что получила полную строку ну то есть фактически длина строки в данном случае тоже является терминатором длина строки является ее терминатором так я и какой сценарий атаки еще раз ну сценарий атаки ну вот самый простой есть у меня письмо есть заголовок письма он пустой строкой отделен от тела и например приложение считывает по в буфер по килобайту я делаю строку в которой килобайты еще два байта и получается инъекции заголовка в том месте где ее не было ну если приложение таким образом считывает то есть в нем уже реализована по сути токенизация строки по символам каким-то ну переноса например да то разумеется здесь уже вот простым способом нельзя будет это закрыть потому что приложение оно само делает часть работы ну того чтобы делал разработчик или protection но в целом этот подход будет работать просто нужно учитывать что рассматривать все множество токенов то есть приложение смотрите то что было после переноса строки или каких-то управляющих символов и рассматривать это как единое ну в зависимости от того что мы делаем то есть если мы делаем валидацию то элементарно мы делаем проверку на отсутствие этих символов если это типизация то смотря как мы реализуем парсинг там нужно тогда учитывать символы переноса и включать их в строку если или игнорировать ну в зависимости от семантики грамматики если это санитизация то скорее всего тут ничего сделать нельзя будет ну я с трудом представляю грамматику где можно символы переноса санитизировать ну в РН да можно конечно заменить но это ну то есть тут надо брать конкретный пример конкретную грамматику в принципе на уровне грамматики этот вопрос всегда можно решить просто разработкой другой грамматики ну которая это все учитывает здравствуйте большое спасибо за доклад скажите а можете как-то более подробно объяснить механизмы разбора в синтаксические деревья вот вашего инпута да и просто как-то может быть более подробно рассказать как это работает потому что мы люди можем как-то представлять да какие данные и какие типы данных должны быть предоставлены программе а вот как это программно определять вопрос именно про лепротекшн я так понимаю да то есть как там это реализовано там разработчик я быстро постараюсь чтобы у нас времени просто мало подробно будет в ноябре на dotnext там вот 40 минут только про то как это все работает разработчик сам указывает грамматику если вы видели там был saveformat.html с этого момента лепротекшн уже знает что у нас то что я передали в аргументах это грамматика html более того лепротекшн сама собирает форматную строку то есть ей приходит не уже собранная строка а строка с плейсхолдерами и отдельно аргументы для них ну вот как это работает на c-sharp в питоне везде есть форматные строки соответственно лепротекшн собирает из этого целую строку и в момент когда она это собирает она отмечает в этой строке те границы которые пришлись на эти входные переменные входные данные после этого она это все разбивает на токены и смотрит по каждой из этих границ попало ли туда больше одного токена если попало больше одного токена то это значит что у нас в этом месте произошла инъекция и дальше есть два варианта если первый из этих токенов поддается санитизации ну его тип если это там стринг-литерал например то мы берем всю эту часть зараженную входными данными и санитизируем по правилу первого токена и все у нас здесь получается уже один токен вместо там пяти например если же санитизация невозможна то мы просто бросаем исключение и говорим а здесь атака мы ничего сделать не можем алгоритм абсолютно простой то есть там никаких эвристик ничего там строго формальное доказательство того что была инъекция это не то есть что это то есть Продолжение следует...